приветствую вас мои хорошие рада всех видеть с вами на связи ирина михайловна и сегодня мы с вами нарисуем желтую луну посмотрите пожалуйста на эту картинку вот такая вот красота ну что начнем с карандашного построения здесь построения не так много но их нужно выполнить первое действие делим листочек на части сверху вниз пополам разделили я прям нарисую еще чуть-чуть пожирнее вы тонкие линии делаете тонкие линии у вас должны быть следующее действие по горизонтали пополам отметьте себе чтобы вам проще было пунктирными линиями а потом можете это все соединить соединяем следующее действие луна вот такая желтая оранжевая значит луна . здесь чуть ниже середины мы ставим точку если пополам разделить если нам разделить пополам то мы чуть ниже середины ставим линию здесь пополам делим вот эту линию ставим ответ точку на этой линии прям практически в край чуть-чуть отступаем и вот на этой линии у нас если мы тоже разделим здесь зрительно пополам наш прямоугольник мы буквально ниже вот этой линии опускаем тоже на сантиметр что мы теперь должны сделать мы должны соединить эти точки так чтобы получился круг вот от этой точки вот смотрите я делаю сначала пунктирные линии зачем затем чтобы понять правильно у меня будет построен кружочек или нет не делайте сразу круг не соединяйте сначала сделайте пунктирные линии их проще потом корректировать ну вроде бы получился круг а теперь я могу соединить эти линии соединяю их вот так вот если дома есть большой круг можете просто приложить что-то и обвести тарелку и будет тоже хорошо но всегда лучше всего тренировать свои руки глазомер вот и получилось у нас луна а теперь смотрите какая огромная ель вот здесь в этой области вот так просто линию рисуем вниз на луне следующие вниз смотрите откуда начинаю следующие вот здесь проходит вот у нас центральная линия а мы за центральной линии еще две луны вот две елки простите вот и еще одна вот тут получилось у нас где-то пять деревьев будет линия земли вот здесь можем себе обозначить линию земли она у нас поднимется немного выше а теперь на луне я уберу вот эти вот линии убираю их потому что у нас светлая нам не надо чтобы это было видно убирайте это все вот они вспомогательные за пределами можно убрать вот эти ненужные линии убираем их здесь нужно убрать и вот тут хотя у нас черные цвета присутствуют они все это перекроют но мы их все равно уберем теперь набираем на кисточку желтый цвет смотрите у меня толстая кисточка желтая гуашь прям набирайте не бойтесь и закрашивайте ее прям вот так вот как есть и пока она мокрая у вас сырая луна вы можете сразу проходиться оранжевым цветом я сейчас покажу вам как это делать можно это и губкой рисовать гораздо быстрее получается вот тут внизу по всему периметру пройдемся а дальше пойдем оранжевым цветом красить вот таким образом теперь берем оранжевый цвет смотрите вот такой вот у меня оранжевый цвет и начинаем вот таким образом подкрашивать нашу луну как бы прикладываем кисточку и красим немножечко немножечко когда подсыхает можно еще пройтись делаем так сказать пятнышки на нашей луне у меня она насыщенней потому что немножко немножко можно красного добавить цвета вот так вот теперь чуть-чуть мы добавляем красный цвет опять же на эту кисточку набираем и немножко можно вот так вот пройтись в некоторых местах красным цветом вот таким образом пятна наши теперь чтобы не было такого сильного до проявления красок мы немножечко помоем промокнем ее и чуть-чуть вот так вот сделаем размывочку прям буквально чуть-чуть когда она высохнет его эффект у нее будет очень интересный полностью подсохнет когда наша луна теперь еще чуть-чуть желтого цвета и прям вот таким образом здесь еще немножко покажем этот желтый цвет я пройдемся так оставим я вот так вот хочу оставить пусть немножечко вот здесь вот еще чуть-чуть вот так размоем вот такими вот пятнышками вот так вот сейчас она высохнет эффект будет другой немножечко теперь теперь нам надо покрасить небо берем белый цвет и черный смешиваем это на палитре в белый цвет добавляем черный вокруг луны если вы обратили внимание немножечко светло мы здесь красим все по кругу вот так мы красим эффект свечения луны немножко делаем светлее таким образом и вокруг мы это все перекрываем а дальше у нас будет более плотный серый цвет это значит что мы белый чуть-чуть посильнее будем добавлять черного цвета сейчас кажется что то такое непонятное что это такое а потом получится вот такая же картинка как у меня перекрываем это все серым цветом вот таким плотным красивым мы еще потом можем добавить белого цвета старайтесь хорошо перекрывать вот такая вот размешивайте себе отдельно на палитре черный с белым такой плотный красивый тон должен получиться потом можно естественно добавлять вокруг луны еще пройтись немножко белым цветом вот такая вот красота так мы пройдемся сейчас я немножко белого добавлю чуть-чуть белого и пробегусь еще раз вот здесь сделаю вот такую вот размывочку я всегда это называю размывка потом когда все подсохнет вы все прекрасно увидите какой получается эффект вот так таким образом и до конца у нас внизу будут деревья наши красивые закрашиваем и закрашиваем плотно дальше серым цветом и с этой стороны и по плотнее даем возможность этому всему подсохнуть закрашиваем здесь внизу чуть-чуть все черненьким уже прям буквально чуть-чуть земли участок указываем вот такой буквально сантиметр земли вот так и немножечко немножечко мне еще надо вот в этой области подкрасить вы видите да что у меня светлее чуть-чуть вот чуть-чуть мы это все и подкрашиваем вот такой вот переход делаем земля и небо ну что мы практически закончили теперь что остается остаются наши деревья вот здесь еще подкрасить нужно немножко чуть-чуть буквально вот и мы выполнили следующее действие это деревья ну что я беру среднюю кисточку вот такую троечка начинаю рисовать свои деревья здесь у меня подсохла вот в этой области я рисую вот так длинную высокую ветку оп потом на луне вот так вниз оп вот так вот оп сюда вниз и сюда вниз и все веточки прорисовываю стволы то есть теперь набираю на кисточку опять черный цвет и начинаю творить такие чудеса посмотрите как я сейчас что буду делать прямо от верхушки вот так и пойду в сторону вот прям вот так так вот и в сторону сюда вот так прям буду рисовать свои веточки просто делаю такие как штрихи кисточкой вот пробуйте у вас получится и опять могу еще в сторону сделать упрощаем себе еще набираю черный цвет и делаю с этой стороны наверху буквально маленькие черточки а дальше мы уже делаем их длиннее и с другой стороны от ствола мы рисуем от ствола мы рисуем наши ветки не наоборот по серединке где-то можно пробежаться вот таким образом внизу можно прям взять вот так вот закрасить какую-то часть не бойтесь в темноте вот на макушечке тут чуть-чуть и следующие наши елочки вот как прям черточки в стороны ставим не бойтесь сначала маленькие потом идут длиннее если недостаточно черный цвет подождите пока подсохнет еще потом подкрасить и и эти наши опять вот в сторону в сторону друг на дружку заходим не боимся ничего страшного в этом нет они между собой общаются взялись так сказать за веточки и держатся и с другой стороны тоже вот совсем маленькие а потом идут широкие мазки такие кисточкой и с другой стороны вот как я прям вот кисточкой смело смело и вы так же не бойтесь вот так вот и наверх вот так вот тоненькие маленькие 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 веточки все внизу еще чуть-чуть подкрашиваю делает такие неровности возвышенности вот и все наш рисунок готов еще вот здесь вот чуть-чуть черным если вы видите что серым просвечивает добавляйте еще черного цвета полностью не закрашивайте вот видите у меня есть пространство между ветками это эффект как такой будет глубины поэтому не закрашивайте полностью а делайте между веточками расстояние оставляйте чуть-чуть пробелы ну вот и все желаю вам удачно справиться с этой работой и до скорых встреч прожить пищу и